Это игра Ума Палата. Здесь вам не удастся перехитрить друг друга, и тем более меня. Но у одного из игроков есть потенциальный шанс уйти отсюда не только самым умным, но и самым богатым. Имя этого счастливчика и обладателя 100 тысяч мы узнаем в конце телесезона. Перед нами коллеги по работе, но соперники в нашей игре. Представьтесь. Сокорутова Аида, учитель информатики. Сардана Стручкова, учитель начальных классов. Сардана, есть ли у вас какие-то личные рекорды? И признайтесь сразу, умеете ли вы проигрывать? Умею. Какое ваше ожидание от игры? Что вы ждете сегодня? Ну, надеюсь, будет интересно и познавательно. Аида, скажите, в вашей работе что самое захватывающее? Самое захватывающее? Сдавать отчет. Ну что же, я оценил ваше чувство юмора. Надеюсь, оно вас не подведет и в игре. Правила игры. В игре три раунда. В первых двух вы будете соревноваться за возможность выхода в финал. В третий раунд выйдет игрок, набравший наибольшее количество верных ответов во втором раунде. Проигравший же покинет эту игру. А теперь же, убьевка. Перед вами черный ящик, в котором два шара красного и синего цвета. Тот, кто вытянет шар красного цвета, будет отвечать первым на вопросы первого раунда. Приступайте. Сардана, вы будете отвечать на вопросы первого раунда первой. Верните шары на место, и мы будем начинать. Сто тысяч может выиграть каждый из вас, ответив верно на наши весьма непростые вопросы в условиях небольшого, маленького, но стресса. Это действительно не просто, но мы с вами попробуем. Для начала вам нужно будет хорошо себя продемонстрировать в первом раунде, который длится две минуты. Вопросы я буду задавать каждый из вас по очереди. Тот, кто наберет наибольшее количество верных ответов, будет отвечать первым во втором раунде. А значит, у него будет большое преимущество. Ну а пока что не будем забегать вперед. И будем переходить к первому раунду. Сардана будет отвечать на его вопросы первой. Какой газ является основным компонентом атмосферы Земли? Азот. Аида, в каком году началась Вторая мировая война? В 1941. В 1939-м. Сардана. Как называется закон, согласно которому тело остается в покое теле или равномерном прямолинейном движении, если на него не действует внешняя сила? Паз. Закон инерции. Аида, как называется фигура, которой все стороны и углы равны? Квадрат. Равносторонний треугольник. Сардана, как называется химический элемент с атомным номером 79? Паз. Золото. Аида, какое крупнейшее озеро в Евразии по площади? Паз. Каспийское море. Сардана, какой вид спорта включает в себя использование гантелей и штанги для тренировки мышц? Паз. Бодибилдинг. Аида. Как называется процесс передачи информации от коры головного мозга к нижним уровням нервной системы? Паз. Сенсорика. Сардана. Быть или не быть, вот в чем вопрос. Кому принадлежат эти слова? Паз. Гамлет, Шекспир. Аида, как называется экономическая система, при которой средства производства находятся в частных руках? Паз. Капитализм. Капитализм. Сардана. Как называется процесс, при котором клетки размножаются, образует две генетически идентичные дочерние клетки? Паз. Паз. Аида. Как называется закон, согласно которому давление газа при постоянной температуре обратно пропорционально его объему? Паз. Закон Бойля. Сардана. Какую художественную силу представлен работами Пабло Пикассо? Паз. Кубизм. Аида. Как называется процесс перехода вещества из твердого состояния в газообразное, минуя жидкую фазу? Паз. Сублимация. Сардана. Какое море омывает западные берега Италии? Паз. Теренское море. Аида. Кто написал роман «Мастер и Маргарита»? Паз. Булгаков. Сардана. Как называется явление, при котором свет отклоняется при приходе из одной среды в другую? Ток. Рефракция. Время вышло. Итак, первый раунд завершен. Общая статистика первого раунда следующая. В течение первого раунда я задал вам 17 вопросов, при этом Сардана ответила верно на один вопрос, а Аида дала ноль верных ответов. Это означает, что именно Сардана будет отвечать первой на вопросы второго раунда. Сардана, скажите, пожалуйста, каковы ваши эмоции после первой игры? Почему вам удалось дать только один верный ответ? Ну, во-первых, время. Во-вторых, волнительно. И в-третьих, ну, видимо, кругозор у меня немножко не слишком сильно развит. Я это поняла. Спасибо. Не слишком сильно развит, но эту характеристику вы дали сами себе. Аида, скажите, пожалуйста, каковы ваши все-таки выводы? Сделали ли вы какие-то уроки по первому раунду? Почему вам не удалось дать ни одного верного ответа? Это рекорд. Ну, да, во-первых, время. Я человек сам по себе очень, ну, медленно думаю, поэтому из-за времени не могу ответить так быстро. И, во-вторых, да, некоторые вопросы я не знала, как ответить, но некоторые я знала, просто из-за времени не смогла ответить. Скажите, пожалуйста, почему вы знали ответы на некоторые вопросы, как вы утверждаете, но давали при этом неверные ответы? Это что? Нет, это из-за того, что времени не хватило. Я просто пас сказала. Да, действительно, стресс, видимо, сыграл злую шутку. Перейдем ко второму раунду. И, по всей видимости, снова не менее стрессовому. А правила второго раунда следующие. У вас также будет две минуты. Первый начинает победитель первого раунда, это Сардана, до первой своей ошибки. Это означает, что у вас весомое преимущество. При условии, что вы будете давать всегда верные ответы, вы не предоставите Аиде ни единого шанса. Это означает, что проигравший, даже без возможности ответить ни на один вопрос, покинет нашу игру. Сардана, как называются технологии передачи данных по воздуху с использованием радиоволн? Как называлась? Пас. Вай-фай. Аида, какая часть растения отвечает за проведение воды и питательных веществ от корней к остальным частям растения? Пас. Стебель. Сардана, какой философ ввел понятие субъект объектного единства? Пас. Кант. Аида, какой океан расположен между Австралией, Азией и Америкой? Индийский. Тихий. Сардана, как называется процесс обработки материала с использованием лазерного излучения? Пас. Лазерная облядца. Аида, как называется место соединения двух косей? Пас. Сустав. Сардана, кто является автором поэмы «Божественная комедия Данте»? Пас. Сардана, какой термин используется для обозначения неосознаваемых источников мотивации, влияющих на поведение человека? Пас. Бессознательная. Аида, какой период в истории Европы следовал за средневековьями и характеризовался расцветом искусства, науки и образования? Пас. Ренессанс. Сардана, какой экономический термин означает ситуацию, при которой спрос на товары превышает их предложения? Пас. Дефицит. Аида, какой вид спорта называют королевой спорта? Гимнастика. Легкая атлетика. Сардана, какое самое соленое море России? Пас. Японская. Аида, какой вид энергии получают из движения воды? Пас. Гидроэнергия. Сардана, как называется процесс, при котором растения используют солнечную энергию для превращения углекислого газа и воды в органические вещества? Ой, сейчас. Фотосинтез? Верно. Какой город был столицей империенков? Ладно, Пас. Куском. Правильный ответ. Время вышло. Внимание, игроки. Подведем итоги второго раунда. Начнем с хороших новостей, как это принято. Всего вам во втором раунде было задано 15 вопросов. Это неплохо для этого раунда. Однако, как это часто бывает, за хорошими новостями следуют новости плохие. Кто-то из вас сегодня должен уйти. Как вы сами думаете, кто победил в этом раунде? Сардана, ваше мнение? Мне кажется, мы оба провалили. Но это не совсем соответствует действительности. Кто-то все-таки при скорбном результате все-таки оказался впервые. Сардана, скажите, пожалуйста, были ли вопросы, на которые вы знали ответы, но не дали их? Были. Например? Про океаны? А, это Айди было, да? Угу. Все. Про энергию как-то сформулировать было сложно определение слова. В принципе, я об этом догадывался, потому что вы достаточно долгое время думали для того, чтобы дать верный ответ. Видимо, в голове он все-таки крутился, но до нужного места, видимо, не дошел. Аида, скажите, пожалуйста, как вы оцените результаты второго раунда? Не очень. Почему? Потому что я не смогла ответить на вопросы, хотя могла бы ответить. Как вы считаете, сколько вы дали верных ответов? Ноль. Так оно и есть. Угу. Ну что же, давайте перейдем, узнаем эти цифры. Во втором раунде вам было задано, как я и сказал выше, 15 вопросов. При этом Сардана дала один верный ответ, а Аида, не изменяя своей доброй традиции, ноль ответов. Это означает, что Сардана проходит финал игры. Ума палата, а Аида с вами мы спешим расстаться. Однако, может быть, напоследок вы что-то хотите пожелать своей коллеге? Да, хочу пожелать своей коллеге Сардане только идти вперед, не сдаваться и пожелаю тебе, конечно, удачи в следующем этапе. Спасибо за добрые пожелания. До свидания. До свидания. Сардана, больше никакой конкуренции. Все внимание приковано только к вам одной. Вы готовы? Ну что же, давайте тогда будем приступать. Если вам это удастся, мы пригласим вас на финальные игры в конце телесезона, чтобы вы смогли побороться за денежный приз в 100 тысяч рублей. Сардана, вместе с каким фараоном правила царица Фертизе? Пас. Эхнатон. В каком году пала Берлинская стена? В 46-м. В 1989-м. В каком городе было найдено одно из древних чудес света Висячие сады? В каком городе было найдено одно из древних чудес света Висячие сады? Пас. В Вавилоне. Какому навозному жекун поклонялись древние египтяне? Пас. Скоро. Скоровея, верно. Кто был первой женщиной в космосе? Черешкова. Верно. Какая английская королева правила всего 9 дней? Пас. Леди Джейн Грейн. Каким образом крот заготавливает на зиму червей? Пас. Обезглавливает и складывает в кладовую. Какой камень искали алхимики? Пас. Философский, по чьей сказки был снят анимационный фильм «Рапунцель». Пас. Время вышло. Правильный ответ. Братья Гримм. Сардана. Ну что же, какое ваше ощущение от игры? Что вам не позволило проявить себя лучшим образом в финальном раунде? Быстрее думать. Ощущения ваши какие? Можете поделиться? Интересный опыт. Всегда было интересно, как все делается изнутри. Спасибо за такой опыт. Мы же, в свою очередь, благодарим вас за игру и за то, что вы сохраняете позитивный настрой. Ну что же, перейдем к делу. За время раунда я задал вам 9 вопросов. Успел только, потому что вы долго думали достаточно. Вы дали 2 верных ответа. Вам не удалось дать 20 правильных ответов. Это означает, что вы не проходите в финал нашей игры и не сможете получить возможность побороться за денежный приз. Спасибо вам за игру. Тем не менее, прощайте. До свидания. Это игра «Ума. Палата». Быть может, наши следующие игроки смогут опустошить банк. Узнаем прямо сейчас. В эфире игра «Ума. Палата». Пифагор, Гераклит, Эйнштейн и Кант. Знаете ли вы эти имена? Какие знания у наших игроков, которые пришли побороться за денежный приз в 100 тысяч рублей, узнаем прямо сейчас. Представьтесь. Меня зовут Гармая Варжена. Я студентка филологического факультета Северо-Восточного федерального университета. Меня зовут Примяков Василий. Я студент 2-го курса геолого-разведочного факультета Северо-Восточного федерального университета. Эржена, что вы можете рассказать о своей жизни? Имеются ли у вас на данный момент, несмотря на вашу молодость, уже большие победы? Если да, то какие? Это отличный вопрос. Бьет прямо туда, куда не нужно. Не могу похвастаться, но я еще молода, как вы отметили. У меня все впереди, я надеюсь. Как вы считаете, будет ли победа у вас в этой игре? Не люблю загадывать на будущее. Ну что же, Василий, а каковы ваши прогнозы по поводу сегодняшней игры? Есть ли те области знания, которые даются вам легче остальных? Ну, тоже не думаю, что надо прям заглядывать вперед сейчас, но больше всего мне нравятся скорее геоинформационные системы и, наверное, предмет математика. Ну что же, проверим это в нашей сегодняшней игре, в которой вопросы из этих областей, быть может, попадутся. Итак, приступим. Правила нашей игры следующие. В первом раунде, который длится две минуты, я задаю вам вопросы по очереди. В третий раунд выйдет человек, набравший наибольшее количество верных ответов во втором раунде. А проигравший покинет нашу игру. Теперь жеребьевка. Вам необходимо одновременно вытянуть шары из этого черного ящика. Шары там синего и красного цветов необходимо вытянуть красный. Именно он определит вашу очередность, ваше первенство в ответах на первый раунд. А, вот. Нашел? Нашел? Нашел. Василий, вы будете отвечать первым на вопросы нашего раунда. Верните шары. Мы будем начинать. Напоминаю, что первый раунд длится две минуты. Вы отвечаете по очереди. Будем приступать. Василий, кто открыл Антарктиду? Пас. Белинсгаузен, Лаузерев. РЖ, насколько градусов в своем углу? 180. Верно. Василий, какой частью речи является слово «солнце»? Пас. Существительная РЖ, при каком императоре продали Аляску? Екатерина II. Александр II. Василий, кто написал Евгения Онегина? Пушкин. Верно. РЖ, насколько у Лусов в Екатерине? Пас. 34. Василий, когда состоялась Великая Октябрьская социалистическая революция в России? В 1912-м. В 17-м. РЖ, где находится предплечье? Рука. От локтя до кисти. Василий, какая единица измерения используется для измерения силы тока? Ампер. Верно. РЖ, назовите формулу серной кислоты. H2SO4. Верно. Василий, как будет правильно баловать или баловать? Баловать. Баловать. РЖ, кто является царем олимпийских богов греческой мифологии? Зевс. Верно. Василий, какой элемент является основным составляющим озона? Кислород. Верно. РЖ, сколько длилась война между Англией и Занзибаром? От 38 до 45 минут. Василий, сколько будет 10 в кубе? 100. Тысяча. РЖ, какой орган человека выполняет функцию фильтрации крови? Пас. Почки. Василий, сколько дней в неделе было в Древнем Риме? Пас. Восемь. РЖ, какое озеро считается самым глубоким в мире? Верно. Василий, как умерла Жанна Д'Арк? Ее сожгли. Верно. РЖ, как раньше назывался Нью-Йорк? Новый Амстердам. Василий, как называется форма правления, при которой власть принадлежит монарху? Республика. Монархия. РЖ, что обозначает полосы на американском флаге? Пас. 13 первоначальных колоний. Василий, какой инструмент является основным в оркестре? Пас. Скрипка или другой струнный. РЖ, на какой системе органов человека относится селезенка? Иммунной. Василий, гнездо какой птицы размером с полскорлупки грецкого ореха? Калибри. РЖ, на как переводится слово банджу? Грец, да. Верно. Доброе утро. Василий, как называется расположение предметов на рисунке, соотношение их объемов света и тени? Пас. Композиция. Время вышло. Первый раунд завершен. Его итоги следующие. Всего в первом раунде я задал вам 27 вопросов. При этом Василий дал 5 правильных ответов, а РЖ на 4. Это означает, что именно Василий будет отвечать первым на вопросы второго раунда. РЖ на вы будете второй. Я напомню и вам, и телезрителям, что игрок, начинающий первым, отвечает на бесконечное потенциальное количество вопросов до первой ошибки. Значит, у вас будет весомое преимущество. Василий, каковы итоги первого раунда? Как вам игра? Игра хорошая, интересная. Просто немного запутался в некоторых вопросах, очень легких на самом деле. Например? Например, солнце существительное. Или 10 в кубе. Да, это действительно элементарный вопрос. Если один был из области русского языка, то со вторым вы явно могли справиться. РЖ на вам не достались вопросы из русского языка, несмотря на то, что вы представлялись студентом филологического факультета. Скажите, пожалуйста, что не позволило вам в этой игре в первом раунде одолеть Василия? Ну, тут варианта два. Либо глупость моя, либо интеллект Василия. Я склоняюсь, конечно, к первому большему варианту. Самую иронию мы уважаем и, соответственно, мучать вас и терзать. Видимо, в связи с этим уже не будем. Василий, РЖ на продолжают игру «Ума палата» за денежный приз в 100 тысяч рублей. Кто окажется этим счастливчиком, узнаем прямо сейчас. Василий, назовите часть речи в русском языке, которая указывает на предмет, но не называет его. Наречие. Местоимение. РЖ на кто из художников создал картину «Мона Ализа»? Леонардо да Винчер. Верно. Именем какого математика названа прямоугольная система координат с перпендикулярными осями? Декарт. Верно. Как называется процесс создания изделий из глины при помощи обжига? Керамика. Гончарство. Василий, как зовут главного героя романа Аноры де Бальзака «Шагреневая кожа»? Пас. Рафаэль де Валентен. РЖ на какое понятие означает соблюдение моральных норм и правил? Социальные нормы. Этика. Василий, назовите крайнюю северную точку материковой России. Пас. Крайнюю северную точку. Мыс Челюскин. РЖ на какой частью речи является слово «быстро»? Верно. Какие живые организмы относятся к прокариотам? Пас. Бактерии. Василий, какой вид спорта представлен на Олимпийских играх на льду? Хоккей. Фигурное катание. РЖ на какое сражение принесло французскому императору Наполеону Первому сокрушительное поражение? Битва под Аустерлицем. Василий, как называется носительная информация, которая используется для хранения данных в компьютере? Жесткий диск. Флэш-накопитель. РЖ на в каком детском журнале печатались рассказы о проделках злой волшебницы Ябеды Корябеды? Пас. Мурзилка. Василий, сколько диагонали у четырехугольника? Два. Верно. Какой мультгерой, чтобы получить посылку, придумал дядю, живущего на гуталиновой фабрике? Пас. Кот Матроскин. РЖ на какая актриса для фильма «Вызов» снималась на космической станции? Пас. Юлия Пересильд. Василий, какой элемент является основным составляющим воды? Водород. Верно. Как называется система управления, при которой власть принадлежит народу? Демократия. Верно. Как называется закон сохранения энергии, согласно которому энергия не создаётся и не уничтожается, а только преобразуется из одной формы в другую? Закон сохранения энергии. Верно. Какой орган человека отвечает за выработку инсулина? Почки. Поджелудочная железа. РЖ на какое искусство включает в себя создание скульптурных произведений? Скульптура. Верно. Кто написал роман «Преступление и наказание»? Достоевский. Верно. Какое море расположено между Африкой и Аравийским полуостровом? Пас. Красное. Василий, время вышло. Я не успеваю задать вопрос. Второй раунд завершён. Перейдём к цифрам, которые у нас, согласно решению редакционной коллегии нашей программы, были пересчитаны. На вопросы о виде спорта на льду, представленного на Олимпийских играх, Василий ответил «Хоккей». Мы засчитали за неверный ответ. Этот ответ был правильный. И ещё на один вопрос. О носителе информации, которая используется для хранения данных компьютеров, флеш-накопитель. Вы ответили, что жёсткий диск. Это тоже верный ответ. С учётом пересмотренных баллов. Итоги следующие. Во втором раунде я задал вам 23 вопроса. Из них Василий дал 6 верных ответов, а Эржена только 5. Это означает, что именно Василий проходит финал нашей игры, а Эржена покидает игру. Но прежде чем мы с вами попрощаемся, может быть, вам есть несколько слов, как любому филологу поделиться впечатлениями, что-то сказать, что-то пожелать или не пожелать Василию? Нет, конечно, пожелать победы только. Я надеюсь, он пройдёт финал. Как вы оцениваете свою игру? Ну, я могла справиться лучше. Недовольна. Но есть куда стремиться всегда, конечно. А что вам помешало? Давление, наверное, отчасти. Давление? Какое? Космическое давление? Но оно тоже. Вдруг там магнитный бурь, я не знаю. Так уж сложилось. Ну, хорошо. Но, тем не менее, лично я игрой вашей вполне был удовлетворён. Жаль, что этого не хватило для того, чтобы пройти финал. Спасибо за участие. До свидания. Спасибо вам за игру. До свидания. Игра ума-палата – это не только соперничество в интеллектуальных способностях, эрудиции и кругозорье, но и весомая роль удачи, которая, как известно, может улыбаться не всякому. Итак, правила третьего раунда. Я задаю вам вопросы, вы отвечаете. Если вам удастся довести общий счёт по результатам всех трёх раундов до 20, у вас появится уникальный шанс побороться за денежный приз в 100 тысяч рублей. Я напомню вам, чтобы побороться за них, у вас появится возможность в конце нашего телесезона. Как назвал своего единственного сына Аркадий Ракин? Пас. Константин – самый жаркий элемент в структуре Земли? Ядро. Верно. Как называется шестигранник, у которого все грани параллелограммы? Пас. Параллелепипед – как называется измеряемая единица измерения в компьютерной терминологии? Бит. Верно. Какова доля азота в атмосфере? 80 с чем-то. 78. Какое количество игроков составляет полноценную команду в футболе? 11. Верно. По какому закону одно заряженное тело притягивается к другому? Тяготение. Закон Кулона. С кем был заключён телезийский мир? Пас. Александр I Наполеон. Какой экономический измеряем означает общую стоимость всех товаров и услуг? ВВП. Кто известен тем, что бегал по улицам с криком Эврика? Эйнштейн. Архимед. Как называется явление, при котором Луна полностью скрывает Солнце? Солнечное затмение. Затмение. Какому серединному убийце дали прозвище «убийца» из Уатчпелла? Пас. Джек Патрашитель. Какой термин использует для обозначения группы людей, объединённых общими интересами, целями и правилами? Команда. Общество. Какая единственная болезнь была полностью исхоренена за 5000 лет в истории человечества? Верно. Кто был первой женщиной премьер-министром Великобритании? Пас. Маргарет Петчер. Время вышло. Василий, ну что же, игра состоялась. Каковы ваши ощущения? Удалось ли вам осуществить желаемое? Все-таки показал хоть что-то, ну и тоже есть к чему стремиться, получается. Ну, эта игра была для меня показателем того, что, да, мне есть куда стремиться. Что же, позитивный настрой и верность, общее количество правильных вопросов, данных вами, конечно же, позволяют вам пожелать удачи в саморазвитии, в обучении. Перейду к результатам. За время игры я задал вам 14 вопросов. Вы дали 5 верных ответов. Этого недостаточно для того, чтобы пройти финал нашей игры. Поэтому вы не сможете выиграть денежный приз. Тем не менее, благодарим вас за игру. Прощайте. Спасибо большое. Это игра «Ума палата». Может быть, среди следующих игроков имеется тот, кто создан для победы. Узнаем на следующей неделе.